Короче, собралась я в ЖЭК. У нас такая погода офигительная. Вызовем мастера. И будем знать, что у нас или не у нас. Всё, съездила в ЖЭК. Короче, целая история. Говорю, сделайте мне вызов в сантехника. Они говорят, ну, типа, это 95 гривен стоит. Просто вызов. Рассказываю ситуацию, по какой причине. Они говорят, одна девушка всё равно, а вторая говорит, так может вам просто вызвать бесплатно сейчас мастера, а потом он оценит, что там надо делать. В итоге, говорит, звоните на горячую линию. Звоню на горячую линию. Говорят, нет, вы должны оплатить. Короче, боролись. Пока снова я не поднялась. Эта девушка сама позвонила. Они говорят, ну, типа, аварийка приезжала, перекрыла этот вентиль. Оказывается, у меня вентиль они, типа, перекрыли. Хотя они не трогали даже, я сама перекрыла. Ну, типа, и течь прекратилась. Мол, вина же на мне. Говорю, да вы знаете, никак, говорю, что у них она прекратилась после того, как я перекрыла вентиль. Ну, в общем, не знаю, кто шо. Но я вызвала, заплатила. Пускай они проверяют, выясняют, что там. А я, короче, разболелась еще дальше. Горло. Не проходит. Сейчас сойду в аптеку возьму. Декателлен. Когда придет мастер. Короче, просто оттас. Да и все. Ну, дело в том, что уже сделала вызов. А состояние у меня такое жарко. Чувствую температуру. Горло обложило. Не хочет проходить. Зараза. Все, я уже, короче, приперлась. Такая вообще, ну, и больна я, и на улице Жарыдло, в квартире Дубаридло. Меряю температуру. Сейчас градусник под мышкой. Сейчас, короче, посмотрим это. Шо, короче, нам покажет. Купила продуктов. Сейчас покажу то, что я купила. Так деньги растрынгуются. Была 1000 гривен. Сняла там 200. Потом карточкой рассчитывалась 100 гривен за вызов мастера. Еда. И уже осталось 460. Ну, еще в кошельке там 100 было. Не знаю, сейчас сколько уже. Короче, узнала, что они типа звонили. Ну, эти соседи. Ну, там вызов мастера 45 гривен, типа, им. Им тоже надо идти в ЖЭК платить, а потом он приезжает. Типа, акт затопления. А в затоплении. И, скорее всего, хрена не пойдут, потому что это ж 45 гривен. Люди такие, бляхом мелочные, что аж тошно смотреть. Ну, я вызвала на завтра, на после обеда, потому что с утра у меня занятия по-польскому. И вдруг они припрутся, когда у меня будет занятие. Они могут и припереться с 9 до 10. Поэтому с часу до 5 пускай смотрят, делают обследование, проверяют. От меня это, не от меня. Мне главное, чтобы у меня было все хорошо. А то, что соседи, это то их не проблема. А они делают акты обследования о затоплении и разрешают свои проблемы сами. Короче, вот уж так с дураками тут живи рядом. Так он сказал, что он два дня лежал, два дня текло. Два дня текло. И они раньше не могли прийти и сказать в пятницу. Или они специально это делали, чтобы оно затопило. И сняли заявку. Короче, еще прикол с этой заявкой. Я же звонила, мне сказали, вы не должны подавать заявку. А они типа отменили. Ну, в общем, кто-то, непонятно кто, не хотел ехать на вызов. И они со слов ее записали, что у меня вентиль перекрытый и в них пересталось течь. Ну, типа, они сделали все равно меня виноватой. Типа, вентиль, вентиль. Думаю, что за вентиль, что за вентиль. Оказывается, это мой вентиль. Они говорят, что они его перекрыли. Да вы сюда не заходили даже. Короче, я в шоке. Все со слов, все через жопу сделано. Пока, блин, не будет в стране людей, которые работают, они хлебалом щелкают. Не будет толку. Потому что они со слов этой записали, что у меня они закрыли. Приедьте, посмотрите, закройте вентиль, посмотрите, где течет, да? Тогда запишите. Не, они не приехали? Или она отменила их? Ну, короче, нету слова, одни мысли. Но дело в том, что криком ничего не поможешь, потому что мне еще тут несколько месяцев пожить. Поэтому я решила для своего успокоения договорилась с хозяйкой, что она это будет оплачивать. Я не знаю, если будет ремонт дорогой, я это делать... Оплачивать у меня нету. Скажу, даете, так я оплачиваю, нет, значит, так стоит все. Я могу перекрывать, только что будет течь, и будет снова вам проблема. Хай шукают деньги. А то все бедные, несчастные, больные, старики. А я не несчастная, у меня, короче, не это. У меня вообще инвалидность. И я сама везде все. А всех пожалей, а сам иди в жопу. Поэтому, если я это скажу, ищите деньги. У вас есть невестка, у нее ребенок больной. Так а что мне теперь сделать? Что я? Все, значит, сумму и коммунальные, и все, значит, и ходят туда. Я вам ничего не плачу. Задержите, находите. А то, короче, хотят, чтобы квартиры, и чтобы проблем не было. А мне помыться надо, что я буду, блин. И на кухне мыть посуду, что я буду ванну все время носить. Не, ну я, конечно, могу еще. Что тут осталось? А полмая, июнь. И, скорее всего, в августе я уже съебусь отсюда. Если никто ничего не захочет делать, то, ну, выделять деньги на это. Не, она просто не против. Просто у нее может не быть денег, типа, и, ну, что ж, где же деньги взять. Типа, многие хозяйки, где я живу, почему-то думают, что у меня бездонный кошелек, и я могу оплатить. А потом, ну, скверплаты я высчитываю. У меня нету бездонного кошелька. Я не могу оплатить ремонт, а потом высчитывать скверплаты. Я хочу, тоже вам говорю по факту. Вы сами влаживайте и делайте. Ну, короче, не знаю, что будет, но я уже распаляюсь. Сейчас поставлю камеру. В общем, задолбали. Все такие бедные, несчастные. Одна я только, и 37,2. Повысилась. Хрен тот не месил, ничего не помогает. Ну, ладно. Не будем о грустном. Покажу, что купила с лекарствами. Вкусняшки. Горло у меня не проходит. Лучше. Купила декатилен. Пачку. 100 гривен. Две пластинки всего лишь. И купила еще джерело. Мне посоветовала одна зрительница. Это капли. Они очень дешевые. Они что-то 38 гривен. Для подвищения опоры организма до вирусных инфекций, захворюваний. Сприяло подвищению иммунитета. На украинском и на английском написано. Взрослым 30-40 капель на полстакана воды за 40 минут до еды. Або через 20 минут после еды. Один-два раза в день. Курс 3 тижни. Курс 3 тижни. Курс 3 тижни. Курс 4 тижни. Она такой фигнюшкой. С акцизой. Такой. Короче, будем пробовать. Это же уже не дело. А ходить горло шкрябать это тоже не дело. Такая бесит. Такая бутылочка. 30 миллиграмм. тут наверно нету и капельника того вот такая пробка и не знаю накопает через нее такой типа спиртик ну короче буду пытаться что-то лечить но это все фигня все проходящее сделаю это анализ этого диагностики и по нему шо и все будет хорошо а дальше там уже кто кому будет платить это уже не мои проблемы мне главное чтоб тут мне ничего не текло и соседи не бегали на бошке течет короче такие дела сейчас вам покажу что купила купила десяток яиц домашних 30 гривен сказали очень свежие ну не знаю купила два филе сома супа сварю нам такого супчика хорошенького сварить чтобы прогрела все внутри купила колбасы кусок фирма с салом такой кусок запаянный не знаю колбаса шута около 50 гривенец или 40 потом помидор купила по 45 гривен такие прекрасные помидорчики маленькие мне нравится ну все это я вчера малины нарвала в лесу чтобы заварить но так и не заварила что-то не было у меня желание короче сейчас поел а потом бы не могу я 40 минут ждать чтобы поесть а через 20 минут потом это накапаю выпью и потом еще витамину выпью через время в общем будем пить все шоу пьется а так еще можно горло полоскать и декателин тут или декателин рассасывать и все